Итак, финал Гамблетониона 2017 года. Фаворитом на старт вышел третий номер Дэвис Мэн под управлением Энди Миллера. Лошадь принадлежит Наталью Владимировне Строй, российскому коневладельцу. Второй фаворит, пятый номер, Интернешнл Мани, победитель первого полуфинала. И под вторым номером победитель второго полуфинала Энтерпрайз под управлением Тима Тетрика в необычном красном камзоле. Итак, Энди Миллер под третьим номером, оранжевый камзол. Первый поворот прошел третьим колесом, сейчас держится на пятом-шестом месте. В общем, я считаю, не очень удачно он принял старт и довольно далеко упустил лидеров. Впереди Перфект Спирит. Это лошадь шведского тренера Аки Сванстеда. Этот жеребец один раз уже побеждал Дэвис Мэна в одном из полуфиналов два месяца назад. Энди Миллер держится на пятом месте по бровке в спине у Энтерпрайза. Вот сейчас он решил обойти Энтерпрайза. Да, вышел на четвертое место. Получается у него пока, видимо, задуманное. И на четвертом месте вторым колесом будет проходить левый поворот. Но впереди по-прежнему Перфект Спирит. Далее два аутсайдера. И Энди Миллер сейчас на третьем месте. В спине у лошади с тяжелым названием. Ну, в общем, вот Энди Миллер выходит на финишную прямую. И сейчас мы увидим, на что способен Дэвис Мэн. Насколько это сильная лошадь. Делает финишный бросок. Энди Миллер посылает своего шеребца. Но, видимо, все-таки победы на этот раз в Гамлеттониане у Энди Миллера не будет. А выигрывает четвертый номер. Вот The Hill. Под управлением Дэвида Миллера. Ну, конечно, это большая неожиданность. Эту лошадь никто в качестве победителя не называл. Ни в предварительных раскладах. Ни непосредственно перед финалом Гаплитониана. В общем, конечно, Вот The Hill это темная лошадка. Сейчас будет очень хорошая выдача, разумеется. На втором месте Перфид Спирит шведского тренера Агэс Ванстада. Ну, вот мы видим, четвертый номер 17 стоил победитель. Значит, на втором месте 7 к 1. И на третьем месте Дэвис Мэн. Он стоил 3 рубля в динари. Ну, вот на табло видно, что у четвертого номера горит точка и надпись Inquiry. То есть, это судейский запрос. Будут судьи, что что-то, видимо, нашли. Может быть, какие-то нелады схода. Может быть, помеха какая-то от этой лошади, от наездника была. Ну, в общем, сейчас будут разбираться. И я так подозреваю, что это займет значительное время. Но, тем не менее, значит, третье место пока у Дэвис Мэна. Лошади Натальи Владимировны Строй. Ну, можно, наверное, поздравить коневладельца. Хотя я знаю, что она, конечно, рассчитывала на победу габлетониане. Но не все сразу. В общем, третье место это тоже очень хороший результат. Напомню, что стоимость габлетониана 1 миллион долларов. Ну, соответственно, за третье место в районе 125 тысяч. Ну, вот сейчас прокручивают судьи эту ситуацию. Ну, что здесь могло быть с четвертым номером? Ну, не знаю. Даже вроде ничего никому он там не мешал. Ход правильный. Не знаю. Резвость не очень высокая. 1,52 и 3. Даже Дэвис Мэн в этом году бегал 1,51. А Волнер 1,50 и 2, по-моему, у него лучше был результат. Но напомню, что Волнера по ветеринарным причинам сняли перед... Ну, его даже не записывали в число участников габлетониана. Неудачно так получилось. Ну, вот смотрим еще раз. Вот я вижу, что наездник, который впереди, очень, конечно, сильно размахивает хлыстом. Но помеха вроде как не у него, а у четвертого номера, который на втором месте. Вот что здесь? Посмотрим. Ну, что... Меняет направление. Да, вот он выруливает из-за спины лидера. И, да, наверное, мешает вот той лошади, которая сейчас на четвертом месте. Она вот даже заскакала. Да, помеха, конечно, была. Была помеха. Ну, не знаю. Если так, то у Дэвис Мэна есть шанс переместиться на второе место. Так, по правилам. Посмотрим. Как. Что решат судьи. Ну, я сейчас отключу комментарии. И когда уже будет результат, тогда уже... Тогда сообщу окончательное решение от судей. Итак, судьи приняли решение дисквалифицировать четвертого номера Водзе Хилл. И, соответственно, остальные лошади перемещаются на одно место выше. Победителем Гамлетуниана в итоге стал Перфид Спирит. Шведского тренера Аки Сванстеда. Он же на нем и выступает. Выступал в финале. Ну, что ж. Можно поздравить шведское канонозаводство. Действительно, Перфид Спирит два раза в этом сезоне обыгрывал Дэвис Мэна. Один раз это произошло в начале июня. В полуфинале одного из призов, не очень дорогих. А второй раз Дэвис Мэн проиграл Перфид Спириту. Это произошло также в полуфинале, но более дорогого, уже 500-тысячного приза, Эрл Белл Мемориал. Который, собственно, потом выиграл в финале Дэвис Мэн. Итак, вот третий раз за последний год. Перфид Спирит финиширует первым, а Дэвис Мэн вторым. Ну, наверное, со вторым местом надо поздравить Наталью Владимировну Строй. Все-таки второе место в Гамлетуниане. Это очень хороший результат. Дэвис Мэн в этом году по-прежнему является лидером по выигрышу среди трехлетних лошадей в Америке. Во второй половине сезона есть очень большое количество дорогих призов на американских и канадских ипподромах. И, в общем, можно надеяться, что Дэвис Мэн достойно выступит в них и принесет еще немало прибыли своему владельцу. Ну, вот так завершился этот Гамлетуниан. Еще раз нам показывают Акис Ванстеда, очень довольного этим результатом. Будем следить за продолжением американского сезона.